Сегодня Россвязь разрешила продажи в России пятого айфона, хотя на прилавках он появится не раньше декабря. В США за первые сутки было продано, как известно, 2 миллиона аппаратов. Прибыль компании Apple в пик продаж составляет около 200 миллионов долларов в день. Себестоимость пятого айфона менее 200 долларов, и как выяснилось, лишь небольшая часть этих денег идет на зарплаты рабочим. На китайском сборочном заводе многотысячный бунт, самоубийство и палочная дисциплина. Обратная сторона айфона в репортаже Евгения Попова. Фокскон в городе Тайюань за последнее время из-за невыносимых условий труда выбросились из окон 13 человек. Заводы компании охраняются не хуже военных баз Абу Грейб или Гуантанамо. Эй, вам тут нельзя снимать? Фокскон – это более миллиона рабочих в Азии. Фабрика в Тайюане – небольшой город, 79 тысяч человек, примерно как подмосковная лобня. Все на одной территории – цех, рядом общежитие, в крошечных комнатах на 8 рабочих, двух-трехъярусной кровати с клопами, белье на балконе, душ один на этаж. От заводского шума невозможно уснуть. Зная, в каких условиях работают люди на заводе, и о том, что они ничего не могут себе позволить, я лично задумался бы, покупать ли айфон 4 или айфон 5. Зарплаты даже по китайским меркам небольшие, примерно 7 тысяч в пересчете на рубли. Но чтобы их заработать, нужно стоять у конвейера 5 лишних часов в день. То есть не 8, а 13 часов. Такой режим выдерживают и то не всегда, только молодые. Средний возраст рабочего – 20 лет. Чтобы попасть на завод, они съезжаются со всего Китая и стоят в очереди в ожидании рабочего места или платят посредникам, которые за месячную зарплату заведут в отдел кадров через черный ход. Тут вообще очень сложно найти работу, тем более с хорошими условиями труда. Зарплата на заводе не очень большая, примерно 240 долларов, но это намного лучше, чем в других местах. За малейшую провинность людей ставят в угол и нещадно бьют. 23 сентября конфликт с жестоким охранником стал причиной бунта, подавить который удалось только с помощью армии из 5 тысяч полицейских. Фактически узаконенное рабство устраивает американские корпорации. Бизнес у клиентов Foxconn идет хорошо. Microsoft, Sony, Apple еще 20 лет назад нашли эту золотую жилу и отдали сборочное производство на откуп китайцам. Это яблоко стоит свыше 600 миллиардов долларов. Такова капитализация компании. Новый продукт, пятый iPhone, собранный в том числе и в Тайуане, отлично продается. Бунт на фабрике подавленный, она снова штампует электронику. Правда, китайские владельцы всерьез задумались о замене людей рабочих на роботов. Это позволит еще сэкономить на трехъярусных кроватях и сетках для самоубийц. Евгений Попов, Виктор Казаков, Вести, Нью-Йорк.